Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Исход». И сегодня мы будем читать 17 главу этой книги. А здесь говорится о чуде изведения воды из скалы и о поражении амаликетян. «И двинулось всеобщество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу». Но мы уже с вами знаем, что вода – это образ Слова Божия. И когда в пустыне не хватает воды, это указание на церковь последних времен, когда Слово Божие во многих случаях будет сокрыто. Как в книге пророка Амоса сказано, что в последние времена люди будут ходить от моря до моря, искать Слово Божие и не найдут его. Поэтому нам надо дорожить возможностью изучать Священное Писание вместе со священнослужителями церкви. «И укорял народ Моисея, и говорили, дайте нам воды пить. И сказал им Моисей, что вы укоряете меня, что искушаете Господа». Здесь Моисей прямо говорит о том, что кто укоряет религиозного лидера, тот укоряет самого Господа. «И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, зачем ты вывел нас из Египта уморить жаждой нас и детей наших, и стада наши». Когда человек выходит из Египта греха, он нуждается в Слове Божьем. И в некотором смысле в пустыне без верия, тем более нам необходима эта живая вода Божественного Откровения, о котором сам Христос говорил апостолам, «Исчресил ваших потекут воды». То есть проповедью Своею, как потоками вод, они должны были наполнить всю Экумену, то есть всю Вселенную. «Моисей воззапил Господу и сказал, что мне делать с народом Сим, еще немного, и побьют меня камнями». Народ требовал, эта жажда становится иногда очень острой. Человек может переносить голод, отсутствие пищи, но если при этом отсутствует и вода, это переносится значительно более болезненно. «И сказал Господь Моисею, пройди перед народом и возьми с собою некоторых из старейшин израильских, имеется в виду 70 старейшин, и жезл твой, которым ты ударил по воде». А по какой воде он ударил? Имеется в виду, когда он ударил по воде, она раступилась во время прохождения сквозь Черное море. Это образ крещения христианского. То есть воду освящают крестным знамением, потом крестят в ней младенца. «И жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобою, там на скале в Харибе, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских и нарек месту тому имя Маса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых и потому, что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас». Итак, название дается «Маса», то есть «искушение» – это буквальный перевод, и «Мерива» означает «укор». «Но из скалы истекает вода». Скала – это образ Христа, который и есть Слово Божие, которое стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины. Далее в Священном Писании рассказывается о битве с Амаликам. Битва с Амаликам происходит после того, как евреи прошли сквозь Черное море. Поэтому битва с Амаликам – это искушение после крещения. Прохождение сквозь Черное море – это образ христианского крещения, а битва с Амаликам после этого – это искушение после крещения. И мы помним, в 4 главе Евангелия от Матфея рассказывается о том, как Христос после крещения был искушаем дьяволом в пустыне. «И пришли амалекитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме». Здесь амалекитяне – это бесы во главе с дьяволом, в аллегорическом прочтении этого текста. Моисей сказал Иисусу, имеется в виду Иисус сын Навин, который должен возглавить сражение, организовать его, «Выбери нам мужей сильных и пойди сразись с амалекитянами, завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». Иисус, который должен сразиться с амалекитянами, Иисус Навин – это образ Иисуса Христа, который совершает одоление дьявола и его злых демонов. Демоны всегда знали, что Христос победитель над ними, поэтому, когда он приходил куда-то и изгонял их, они говорили, «Почему ты раньше времени пришел мучить нас?» «И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амалекитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма». Возможно, что Ор – это собственное имя, а может быть, Ор – это свет, который наполнял Моисея и Аарона, когда они стояли на вершине холма. Все имена Библии – это говорящие имена, они имеют какое-то значение. «И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик». То есть, когда священнослужители воздевают руки и молятся за народ Божий, мы одерживаем победы. Но священнослужители проявляют слабость, они устают, их руки опускаются. Как нам реагировать на то, что некоторые священнослужители могут действительно проявить слабость, в том числе и в нравственно-моральном смысле? Давайте посмотрим, что пишет блаженный Августин. «Служители Церкви Божьей не перестают быть орудиями благодати Божьей, хотя бы сами не были святыми. Каков бы ни был священник, когда он молится за народ, его молитва возносится к Богу. Его поучения, если содержат истину, полезны для других. Его священно действия имеют всю силу для верующего. За себя он сам даст ответ Богу, но для паства он есть истинный пастырь». Поэтому, когда мы видим слабости священников, мы должны поддерживать их руки, молиться за них. А Ефрем Сириан пишет. «Не делается оскверненным от человека, хотя бы приявший был и недостоин». А вот что пишет святитель Иоанн Златоуст. «Кто почитает священника, тот будет почитать и Бога. А кто стал презирать священника, тот постепенно дойдет когда-нибудь и до оскорбления Бога. Если кто преподает право и учения, то смотри не на жизнь его, а на слова. В отце родном, хотя бы он имел бесчисленное множество слабостей, сын покрывает все». И еще цитата блаженного Августина. «Богу всегда принадлежит благодать, Богу и таинство, а человеку одно служение. Если он священник, хорош, то согласуется с Богом, действует с Богом. Если не хорош, то дух-то через него совершает Божий действие благодати. Не думайте, будто от нравов и действий людей зависит божественное таинство. Они святы от того, то есть от Бога, кому принадлежат». И блаженный Феофилакт пишет, «Действует благодать и через недостойных». Так что мы освящаемся и через недостойных священнослужителей. Итак, когда Моисей во время битвы с Амаликом ослабевал, опускал руки свои, одолевал Амалик – это образ человеческой слабости священнослужителя. Но какие действия надо предпринимать в такой ситуации, когда мы сталкиваемся со слабостями того или иного священника? Далее мы читаем. «Но руки Моисеева отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем». То есть он стоял на холме, но ему тяжело было, он пожилой человек. «Подложили камень, он сел на нем». «Арон же и Ор поддержали руки его, один с одной, другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца». Здесь мы видим, что подошли Арон и Ор, этот светозарный человек, имя которого означает свет, и они поддерживали Моисея, его руки, которые ослабевали от немощи плоти. И когда они поддерживали, победа осуществлялась. Будем поддерживать нашего патриарха, будем поддерживать наших епископов, будем поддерживать наших священников, и не отдадим их на растерзание современным амаликитянам, этим бесам, которые хотят все погубить. «И не сложил Иисус Амалика и народ его острием меча, и сказал Господь Моисею, «Напиши сие для памяти в книгу, и внуши Иисусу, то есть Иисусу Навину, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной, и устроил Моисея жертвенник Господу, и нарек ему имя Иегова Ниси». Иегова Ниси, то есть Господь, знамя мое. Господь знамя мое. «И устроил Моисей жертвенник Господу, нарек ему имя Иегова Ниси, ибо, сказал он, рука на престоле Господа, браню Господа против амалика из рода в род». То есть наша брань, она не против плоти и крови, а против сил злобы Поднебесной. И когда на церковь нападают какие-то журналисты, разные деятели, на самом деле это бесовская брань с народом Божиим, ее так и надо воспринимать. Итак, сегодня мы окончили с вами чтение 17-й главы книги «Исход». В следующий раз, если мы будем живы, Господь позволит, мы будем читать 18-ю главу. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. «И берегите себя, ваших священников и свои семьи». Спасибо Господь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!